Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и сегодня у нас такое интересное должно быть видео. В общем, я давно планировала снять что-то подобное, сегодня весь день планирую за собой, так сказать, поухаживать, привести себя в порядок. И на самом деле я всё затянула до такого момента, что мне нужно покрасить волосы, мне нужно сделать брови, мне нужно сделать ногти, я это всё делаю сама, ну как бы я бы могла бы съездить на брови и сделать их. Кстати, последний раздел мне очень понравился, классная была форма, очень классная была краска для бровей у бровиста, но туда-обратно мне времени нужно минимум 2 часа, даже, наверное, 3 часа, чтобы съездить на брови, мне нужно 3 часа. Поэтому я стараюсь всё делать сама, чтобы как можно меньше времени тратить на дорогу в своей жизни. Поэтому у нас сегодня следующий план, записываем, сейчас у нас туду лист, волосы, брови, ногти, дальше я бы хотела себе впервые в жизни сделать педикюр, у меня всё для этого в принципе есть, есть и гейлайки, есть и лампа, и в принципе обработать можно, ну может быть пяточки будут не идеальные какие-то, но тем не менее я бы попробовала. Ну всё, посмотрим по тому ходу действий, насколько в общем меня сегодня хватит и хватит ли вообще всего дня, чтобы всё это сделать. Но волосы, ногти и брови на руках ногти, это самое главное, что нужно сделать. Может быть по ходу действий я ещё буду что-то дополнять, типа может какие-то масочки буду делать и так далее и тому подобное, но в общем должно быть интересно. Что-то типа спадня получается для меня, думаю будет прикольно. Ещё у меня тут такая новая установка, камера стоит опять-таки на раковине, мы добавили света, потому что предыдущее видео, где мы снимали с раковины, оказалось достаточно тёмным, но я надеюсь, что вы и то видео зацените. Тут просто проработали картинку лучше. Давайте уже начинайте, уже краску подготовила, уже хочется начать. Вот такие краски у меня были дома, я честно говоря не знаю, откуда они появились, но удивительно то, что у меня есть две краски, две одинаковые, у меня есть ещё другие краски, есть рыжие, но я не хочу пока что в рыжий цвет. И есть ещё какая-то более тёмная, типа тёмный блонд, но в последний раз, когда я пользовалась этой краской, я стала не светлее, а стала темнее. Но здесь вроде бы всё-таки обещают осветление, то есть если посмотреть на блонд, типа до и на блонд после, он стал светлее хотя бы на тон, и здесь, видите, произошло осветление. Поэтому я очень надеюсь, что с помощью этой краски я просто как-то приведу свои волосы в более-менее божеский вид в плане цвета, потому что у меня отросли корни, у меня где-то есть прям такие рыжие пряди, где-то есть какие-то непонятные пряди, у меня ещё волосы выгорели. И за счёт этого, ну, в общем, всё выглядит очень странно. И у меня, кстати, голова сейчас не грязная, она в масле, потому что я знаю один лайфхак, очень крутой, берите, девочки, записывайте. У меня очень чувствительная кожа головы, прям очень чувствительная, и в принципе по краске я могу нанести вред своей, как бы, коже, любой краске, не важно какая-то будет краска. Я вчера помыла голову, потому что я очень хотела помыться, потому что мой весь день провели на улице, там копали, сажали и так далее. Я забыла, что я сегодня планировала делать это и помыла голову, нужно же краситься прям на грязную. И я решила, что нужно все корни, волос хорошенечко промазать маслом. Сейчас уже маслечко немножко впиталось, то есть сделали такой защитный барьер, и я надеюсь, что всё будет так. В принципе, я так практически всегда делаю, и может быть для кого-то это звучит дико, но для меня важнее, чтобы кожа головы осталась как бы в целости и сохранности, потому что она у меня очень чувствительная ко всем вот этим вот штучкам. Сейчас начнём это всё разводить, если что, у меня оттенок 9, очень светло-русый, краска Excellence от L'Oreal. Я сначала разведу одну баночку, если вдруг не хватит, разведу вторую. Это у нас крем-проявитель, крем-краска, шампунь, это нам пока не надо, откладываем, маска для волос, кончик-аппликатор-расчёска на банку для краски, вот такие вот перчатки. Мне волосы мочить или не мочить? На корне сухих и немытых волос. Значит, мыть не нужно, ну это понятно, и просто увлажнять не нужно. Поскольку у нас сегодня всё-таки спа-день, пытаемся сразу делать несколько дел, я нанесу себе на губу такую вот ночную маску для губ. Она очень классная, это какой-то супер-концентрированный бальзам, но его можно же использовать не только ночью, но и сейчас тоже зайдёт. И встряхиваем. Я хорошо взболтала, меня всегда пугает то, что флакончик начинает нагреваться, да, видимо, какие-то химические процессы происходят, в общем, меня это реально пугает. Короче, я решила вообще не заморачиваться, я одену халат, не люблю одевать на плечи полотенце, потому что постоянно полотенце падает, а вот с халатом будет лучше. Ну и пофигу, что я его испачкаю. Я их не расчесала специально, думаю, сделаю это вместе с вами. Всё, ребята, я, наверное, буду сейчас начинать, включу сейчас какое-нибудь интересное видео, буду его смотреть на фоне, но вы, видите, будете видеть на таймлапсе, как я себе наношу краску, в этом ничего такого интересного, прям супер нету, чтобы я это всё комментировала. Поэтому начинается таймлапс, я начинаю наносить. В общем, поехали! Ну что, дорогие друзья, вроде бы всё, я нанесла краску, сейчас буду ждать какое-то время, я не держу, мне кажется, определённое время краску, как положено в инструкции, всегда её раньше смываю, потому что мне всё начинает щипать и так далее и тому подобное, кто с таким сталкивался, тот меня сейчас поймёт. Мне даже часто, ну не очень комфортно коже головы, я просто хочу немножечко цвет привести, так сказать, воедино. И для этого достаточно минут 20, насколько я вот замечала, поэтому я сейчас немножко подержу. И, в принципе, всё, можно будет смывать всё это, окрашивать, тем более, пока я всё наносила, оно уже там всё работало, я ещё добавляла краски и так далее и тому подобное. В итоге я всё-таки разошлась и сделала обе краски, обе коробочки, всё вымазала, всё намазала. Итак, ребята, я сейчас превращу её в геркулеса, потому что держу эту всю огромную установку, но хотела вам сказать, что я сейчас нанесла маску на волосы, которая была в комплекте с краской и нанесла маску на лицо, вот такую от фирмы Savenry. Обещала вам рассказывать про эту фирму, я её ещё ни разу не использовала, она для жирного типа кожи, и это не просто маска, а маска-скраб. То есть ты её сначала наносишь, а потом спустя там 5-7 минут перед смыванием ещё массируешь кожу и как бы её скребируешь. Вот она мне немножко как бы пощипывает, и, по-моему, моё лицо начинает краснеть. Надеюсь, всё будет хорошо. До этого я пользовалась вот этой гречневой маской раза 3 или 4, она мне безумно понравилась. Она для чувствительной кожи, она тоже сначала чуть-чуть пощупывает, пощипывает, пощупывает, она мне щупает. И в целом она очень хорошо реально питает кожу, и, ну, слегка она скрабирует, у неё очень такой лёгкий скрабирующий эффект, но он есть. В общем, она прям топ, best of the best, и мне она прям понравилась, если из 10, наверное, это 9 из 10, она мне зашла. Единственное, я её храню в холодильнике, потому что это супер натуральный продукт, и у неё не супер большой срок после вскрытия, наверное, единственный её минус. Так, ребята, я уже смыла маску и сейчас нанесла на себя вот такой вот кондиционер, вернее, на волосы, не на себя, Марина Томова, что вы на себя не носили кондиционер? Я вам про него уже рассказывала, он очень классный, видите, у меня уже половина тюбика закончилась, вернее, половина осталась. Вы пессимист или оптимист, пишите в комментариях. В общем, этим кондиционерами себе закрывают там чешуйки или как-то там про профессиональную вот это всё говорит. Он очень клёвый и у него классный аромат. И уже это, наверное, одна из последних ступенек в окрашивании волос, так сказать, в обновлении цвета. Сейчас я смою кондиционер минут через три и будем их уже сушить, делать брови и все дела. Да, делать брови. Ну что, ребята, всё. Волосы пока что пускай будут в таком вот виде немножко там успокоиться, как-то отдохнуть. А теперь я хочу вместе с вами покрасить брови. Это будет, конечно, пушечно, потому что я вообще не визажист. Но я буду окрашивать брови кисточкой. Но, чтобы вы понимали, раньше я окрасила брови вот этой щёточкой. Это было, конечно, мощно. Я, наверное, сейчас пойду возьму себе зеркало, потому что без него никуда. Я ещё взяла с собой вот такой пинцет. Он ужасный, но я почему-то опять все свои пинцеты куда-то просрала. Я не знаю, у меня было два прям классных пинцета, которые не травмируют кожу, они не щипают кожу, и которые очень деликатно выдёргивают волоски. Но вот этот не такой. Но другой я вообще не могу найти. Вот просто всё пропало куда-то. Так что будем пользоваться тем, что есть. Я брови себе щипала достаточно недавно, поэтому щипать тут особо нечего. Но, я думаю, надо. Теперь что по поводу краски. Я пользуюсь краской Айгора. Я не знаю, что это за оттенок, потому что... А, ну знаю. Это коричневый оттенок 5.2. Он мне слегка темноват. Но мне нравятся тёмные брови, простите. У меня уже всё заканчивается. Но это самая лучшая краска для домашнего использования. Просто best of the best. Вот столичко наношу. Теперь активирующий кель. Я всё делаю, честно говоря, на глаз. И, как говорится, окей, let's go. Начинаем наносить краску на брови. Готовим сразу как можно больше ватных палочек. Потому что они мне точно пригодятся. И, собственно говоря, брови должны преобразиться. Мне кажется, уже пришло время смывать краску с бровей. Поэтому я сейчас взяла два спонжика. Пока что два я намочу их водой. Не слюнями. Как я это делала с ватными палочками. Но я сильно расслабилась и поняла, что вам нормально. То, что я смачиваю слюнями ватными палочками. Ну, поняла. Всё, начинаем смывать. Сейчас я хочу немножко высушить волосы. Прям буквально чуть-чуть. И мы с вами отправимся на маникюр. Единственное, я в замешательстве. Стоит ли мне делать какую-нибудь маску для лица увлажняющую. На то время, пока я буду делать себе ногти. Это займёт у меня где-то час. Я могу целый час этой маски просидеть. В принципе, почему бы и нет. Какую-нибудь увлажняющую сделать. Что я на коточке делаешь. И лицо увлажняется. Потому что я уже очищающую сделала маску. Оно, кстати, у меня сильно покраснело после этой рисовой маски. Но также быстро краснота и прошла. Но пока что, если выбирать между этими двумя гречневая, мне нравится больше. И по аромату. Консистенция у них, в принципе, одинаковая. Но по действию, по аромату, по ощущениям на коже. Я вот это вот прям 100% рекомендую. Это тоже классно, но она, видимо, реально для жирной кожи, как и здесь написано. Причём не просто жирная, а такая прям, которая очень жирная кожа. Мне кажется, в подростковом возрасте идеально вот эта маска будет. Потому что она прям снимает вот этот вот слой жирноты. Как там с себом называется. Ну, вы поняли. Так, ну, цвет корней достаточно тёмный. Возможно, конечно, эта краска не подходит для того, чтобы осветить корни. Ну, я надеюсь, что хотя бы цвет сравнялся. Может быть, надо было снова в рыжий. Но просто мне так не захотелось снова в рыжий окрашиваться. Думаю, если я не имею дикого желания красить свои волосы в рыжий, то, наверное, не стоит это делать. Что хочу сказать. Ребята, это просто бомба. Мне очень нравится цвет. Мне даже нравится то, что корни такие немножко тёмные. В принципе, мне всё прям очень нравится. Задь выглядит вот так. Это, конечно, не укладка. Я просто высушила волосы. Они даже у корней сейчас слегка такие влажные. Прям очень слегка. Может, процента на 2. Да, процента на 2. Даже на 3 уже не влажные, на 2 влажные. Мне очень нравится то, что получилось. Прям мой цвет. Он очень такой нежный. В то же время вроде не скучный. Самое главное, он тёплый. Потому что мои волосы натурального цвета, они русые. И русые с холодным оттенком. Кто-то скажет, вау, а мне не нравится. Поэтому вот как-то вот так вот. Вот, очень-очень мне зашло окрашивание. Очень крутое. Не очень прядки, конечно, передние выглядят. Всем привет, всем здравствуйте. Я бы очень хотела научиться делать укладку на Dyson. У меня всё для этого есть. У меня есть Dyson. Но я сколько раз пыталась, получается полное говнище. Вот реально. Слушай, Dyson просто великолепно. Просто превосходно. Я обожаю стайлер. Все эти расчесочки и так далее. Единственное, брашен, конечно, тоже прикольно. Может, на него как-то научиться что-то делать. Но вот все вот эти насадки, которые типа за вертушки, у меня, в общем, с ними не идёт. Я ей сейчас, наверное, уберу волосы. Ну, каким-нибудь ободком вот так вот. И нанесу какую-нибудь маску на лицо. Ну, какую-нибудь самую такую обычную. Типа вот этой. Наверное, её и нанесу. Это и в Роше с календулой. Она как раз у меня заканчивается. Она у меня будет на лице, ну, с час. Хуже от этого не будет. Она успокаивающая. Так что, я думаю, самое то. И мы с вами пойдём делать ногти. Я уже хочу вам показать одну штучку, которую я уже три раза проверила. Я просто безумно крутая. Это лайк для ногтей, если что. Просто офигенный. Да, у меня кавера садится. Поэтому, если что, вы можете в любой момент тупо выключиться. И не обращайте внимания. Мне нужно поднять батарейку. На это сделаю попозже. Ура! Готово! Я даже нанесла на брови маску. Я нанесла немножко под глаза. Потому что она такая очень натуральная. Очень приятная. Ну, нормальная для меня тема. Нанести какую-нибудь увлажняющую маску под глаза. Может быть, вообще так нельзя делать. Но я так делаю. Сорьки. Итак, дорогие друзья. Срочная новость. Прямо сейчас мы с вами идём вниз, чтобы сделать мне кофе. Потому что это уже как-то хочется. Моё лицо стало какое-то очень жёлтое. Оно это из-за календула. Надеюсь, что будет только лучше. Сейчас я смотрю, у меня какой-то пресс. Я не качала пресс. Уже вот это жир на две половинки. Как жопа теперь здесь или что? Я не понимаю. Итак, дорогие друзья. Мы уже на кухне. У меня взбивается молоко. Вот такое. У меня закончилось обычное молоко. Он там, вернее, чуть-чуть осталось. Я его оставила до лучших времён. И вот решила на миндальном сделать. Я в последнее время чуть не очень люблю кофе с миндальным молоком. Но сегодня, в принципе, можно. И сейчас у меня в Телеграме вы решаете, какой всё-таки принт по цвету сделать на розовой футболке. Она не красная, просто фото так передаёт, она будет малиновая. Это первый вариант. Это второй. И это третий. И пока что, спустя где-то 2 часа с начала голосования, больше всего голосов заработал вот этот вариант. Он мне нравится. Мне нравятся все. Практически одинаково. Вот реально одинаково нравится. Но больше всех мне нравится вот этот. И знаете что? Во-первых, почему он мне нравится? Потому что яркие белые буквы и яркая надпись жёлтая. Она прям яркая. Но тут типа чёрный хорошо сочетается с горловиной. Ну и белый в целом сюда хорош. И вот, смотрите, результаты пока что такие. Третий вариант, который мне нравится больше всего, меньше всего голосов на розовой футболке. Я за него проголосовала. Я не знаю, что выбрать. Я думала, вы всё решите. Ну типа, вы решили за это сделать вот этот вариант. Который вы уже прям точно хотите. Ну когда выйдет это видео, мы уже всё сделали, конечно же. Мне правда не все нравятся. И белый, ой вернее чёрный и жёлтый надписи. И белая с чёрной прям все. Ну сейчас ещё будете голосовать. Вот, я выложила ещё в Телеграме. Вернее, я выложила пост в сообществе. Может быть сейчас подписчики оттуда придут в Телеграм. Что, видите, как бы в Телеграме много подписчиков для Телеграма. Но на Ютубе-то как бы 3 миллиона, может, что-то увидит и зайдёт, посмотрит. И ещё поголосует. Совсем забыла про кофе. Я давно не обновляла запасы кофе. Тут у меня вообще всё пусто. Ура, молоко взбилось. Не знаю, я, наверное, хочу Starbucks капсулу. Что-то с ними прям вообще... Я, конечно, не смотрела, есть ли они в наличии. Но я почувствую, что их в наличии уже нет. Всё, кофе подмалом наливаться. Молочка чувствовалась. Оно вообще не взбивается, поэтому это нормально. Делаем вот так. Теперь собираем остатки вкусняшек чая. Вернее, собираем вкусняшки кофе, что вообще несу. Остатки черники вываливаем. Вот это какая-то уже пожухлая. Достаем. Добавляем несколько таких полезных конфеток. У меня там тарелка могла или что? Три. Сколько? Тут три, Денис, выставляем себе три. И берем такую вот чудо-вещь. Это очень вкусно. Это брауни в шоколаде. Типа кексик в шоколаде. Очень вкусный. Скринти тоже классный. Я возьму одну конфетку. Главное, чтобы они были не растаяны. Вообще их можно прям в холодильник складывать. Вот эти конфеты. Ну и кофе готов. Горячий. Всё, друзья, мы на месте. Здесь мы будем делать маникюры. Я притащила вкусняшки себе, словно я действительно в каком-то маникюрном центре. Кофе Мария Анатольевна вам. Вот, пожалуйста, конфеты такие вкусные. Кстати, если бы мне подавали вот такое вот где-то на маникюр, я бы ходила с удовольствием. Я уже поставила лампу для гель-лака. Также я достала фрейзер или как он там называется, машинку, в общем, для маникюра. Но у меня, в принципе, ногти выглядят вот так. Они могут быть немножко в земле. Но вроде бы всё отмылось, потому что я повторюсь. Ой, как всё плохо. Вчера, подавчера мы весь день копали земельки. А, и я принесла вот такой пакетик. Это я в дороге себе делала срочно маникюр, потому что у меня ногтям было очень плохо. Я с собой кучу всего набирала. У меня здесь мусор всякий есть. В общем, что мне понадобится? Жидкость. Также мне понадобится вот это средство для обезжиривания. Все пилочки, конечно, уже берём. Вот эта штука, которая, типа, выбеляет ноготь вот здесь. Она мне, кстати, не нужна, но пофигу. Ну, а теперь, ребята, реально подготовьте свои пальчики, чтобы скринить. Потому что то, что я вам покажу, вы, ну, наверняка не видели. Может быть, слышали, но не видели. Потому что я сама очень долго искала этот продукт. К сожалению, это не реклама, к моему большому сожалению. Но если бренд, который выпускает этот гейлак, обратится ко мне, я буду просто счастлива. Ну, потому что это просто какое-то чудо. Во-первых, он гипоаллергенный, этот гейлак. Во-вторых, это гейлак 3 в 1. В-третьих, он как бы в России производится. Ну, это тоже как бы плюс, что он будет в наличии. В общем, внимание. Называется фирма Neonail. Они производят ещё и классические гейллаки. Но моё внимание пало именно на гейллаки 3 в 1. Потому что я не профессионал совершенно. Я делала себе несколько раз маникюр. Типа сначала база, потом цвет, потом топ. Я могу всё это сделать, но это настолько заморочно, что меня это прям выбешивало и занимало времени часа 3. И сейчас я себе маникюр делаю за час. Я сначала испробовала вот такой голубой лак. Ну, вы меня видели с ним. Потом я купила два вот этих цвета и попробовала белый. Вот белый оказался для меня очень сложным, потому что его нужно прям выравнивать. У меня с этим тяжко. Но, в принципе, я очень хорошо и долго проходила с белым цветом. Где-то 2 недели. Сегодня я планирую себе делать ногти вот такого яркого цвета. Оттенок Flower Red. Вот так вот, если что, смотрите. Им я ещё не пользуюсь, ничего не могу сказать. Но вот когда я делала ногти вот этим оттенком, я когда пришла Денису их показывать, он реально сказал, что я как будто из салона пришла. Ну, в плане того, что там были у меня где-то потёки с богу. Я думаю, вы понимаете о чём я. Типа, ну, не совсем ровно. Но это было всё на правой руке. Что я делала лево, потому что, ну, ну, в своей жизни я пользовалась гейлаками. Но сегодня, наверное, будет шестой раз или седьмой. И ещё я купила себе праймер. Тоже от этой фирмы. Витаминный. Он у меня бескислотный. Потому что у меня очень тонкая ногтевая пластина. Я взяла себе бескислотный. И с ним, если вот без него я сначала использовала только лак, у меня маникюр продержался где-то семь дней. Господи, что у меня с голосом? Наверное, нужно надо кофе купить. Короче, без праймера маникюр продержался где-то семь дней. То есть, когда я воспользовалась праймером, я реально две недели проходила. Это ещё участвует, что я очень много всего делаю руками. Это прям бомба, пушка. И единственное, что меня уже бесило, то, что лак отрос, ногти отросли. И не видно было, в общем, отрос. И потом всё голубым перепокрывало. Ну, в общем, это бомба, ребят. Реально, скриньте. Надеюсь, я не пожалею об этом. Здесь не нужна база. Здесь не нужно топ. В смысле, не пожалею о том, что я поделилась с вами в плане того, что вы мне хоть что-то оставите. Потому что там многие цвета постоянно не в наличии. Я хочу себе ещё заказать какие-нибудь нюдовые оттенки. Посмотреть, как они будут себе вести при нанесении и так далее. Единственное, наверное, минус этого лака, если можно отнести, это цена. Он стоит, по-моему, 700, 750, 800 рублей за бутылочку. Но если учитывать, что в одной баночке и база, и топ, то это прям, ну, нормально получается. То на то и выходит. Но для меня очень удобно. В общем, всё. Я сейчас начинаю всё делать. Сначала я буду делать, обрабатывать ногти вот этой машинкой. Мне главное не перестараться, потому что я часто себе уродую ногти. Но я буду потихоньку такие фрезы у меня есть. Потихоньку немножко всё уберу. Вот всё, что подготовила из инструментов. Я особо комментировать по этому поводу ничего не буду. Обычно какие-то самые стандартные маникюрные инструменты. То есть вот просто всё, чем можно воспользоваться. Я воспользуюсь. Ну, теперь, как говорится, погнали. Так, ребята, вот так вот сейчас выглядят мои ногти. Конечно, ну, не прям идеальный маникюр. Но если сравнивать с тем, что было, то это прям небо и земля. У меня очень сильные сухие вот эти валики, или как они называются. Вот то, что я сейчас буду подрезать. Главное, не отрезать что-то лишнее. Это всё из-за того, что я не знаю, в чём проблема. Не могу сказать, что прям чего-то очень много грязного руками делаю. Там каждый день в земле, конечно, не копаюсь. Но, в общем, очень сильно отсохнет кожа. Надо лучше увлажнять. Маслом пользоваться мне лень. Так что маникюр у меня в целом готов. Именно как сам маникюр, обработка, там все дела. Может быть, где-то ещё что-то подпилю и так далее по ходу действия. Может быть, потому что ещё форму как-то сделаю. И теперь я перехожу уже непосредственно к окрашиванию. Ура, ребята! Всё, можете поздравлять. Мой маникюрчик готов! Вот так это сейчас всё выглядит. Что-то на камере всё какое-то слишком жёлтое. Я честно, я не знаю, почему всё такое жёлтое на камере. Может быть, я что-то в настройках сделала не то, ребятушки. Может быть, в чём-то другая проблема. Просто я вижу, что всё жёлтое. Может быть, в итоге всё нормального цвета было. Но, да ладно. Вот поближе вам покажу. Мне безумно-безумно нравится то, что получилось. В принципе, вылит хорошо. Сейчас я тут всё уберу. И знаете, что мы дальше будем делать? Дальше я пойду смою маску, потому что я всё это время... Сейчас время 14.54, почти 3 часа. И маникюр я делала полтора часа. Но я немножко отвлекалась на другие дела и так далее. В общем, я где-то пол второго села. И вот сейчас около трёх закончила. В целом, мне нравится. Надеюсь, долго прохожу с этими ноготочками. Цвет крутой, просто бомбический. Надо сейчас главное всё закрыть. Потому что голубой лак я в предыдущий раз разлила. Сейчас зашла посмотреть. Хотела заказать такой бежевый. Нету в наличии. Есть только какой-то нежно-розовый. И бесчанный, что ли, оттенок. Мне не очень нравится. Но, да ладно. Надеюсь, потом ещё закажу бежевенький. Так что, да, я подаю смою маску. Дальше у нас остаётся ножки. Но ножки я хочу делать на улице. Но сначала нужно, наверное, пообедать. Не знаю. В общем, встретимся, как встретимся. Ребята, это просто Лухари спа-резорт. Смотрите, какое я себе место организовала. Тут я себе всё-таки буду делать педикюр. Я даже, в принципе, не помню, когда я себе прям делала педикюр. Полноценный отзыв. Ну, там и ногти покрасить, и всё обработать. А с вами это вообще первый раз. Так что надо за это, как говорится, лайк поставить. Я сюда всё самое необходимое принесла. Машинку, опять-таки. Опять-таки, эту штуку, чтобы сушить гель-лак. Не знаю, как я буду гель-лак наносить при ультрафиолете. Что тут сон светит. Но если не получится, уйду в дом. Но хочу попытаться. Здесь у меня водичка, чтобы размочить ноги. Вот такой специальной штучки с шейн. Кто её помнит, кто не помнит. Пишите в комментариях. Очень крутая штука. Просто не щёшь, куда тебе надо потом сворачиваешь. Никаких тайсиков, ничего. Прям бомба. И вот, что я с собой набрала. Пока я буду сидеть размачивать ноги, я хочу сделать такую маску. От Доктора Джарта. Я её обожаю. Самая лучшая маска. Она успокаивающая. Летом прям классная, особенно после солнца. Дальше я хочу вот эту штуку. Микс для ванны со всякими цветочками засыпать туда. Ну, тут всякие соли и т.д. и т.п. Далее тут скраб для ног и кремы. Один успокаивающий, другой размягчающий. Ну, и всякие штучки для педикюра. Ну, и которые от маникюра и т.д. и т.п. И чай. У меня чай зелёный с мёдом. И я его пролила, что ли? Как я его так поставила, что пролила? Блин, капец. На этом столе сильно так всегда всё видно, когда что-то проливаешь, что неудобно. Сейчас давайте засыпем вот эту штучку. Это просто что-то невероятное. И буду делать себе офигенный педикюр. Засыпаем. Всё, я думаю, достаточно. Там такой кусок упал. Я думаю, да, ой, как запахло-то вкусненько. Ммм, какая прелесть. Даже выглядит красиво. Ну, а теперь я, наверное, сюда присяду. Буду размягчать свои ножички, чтобы потом их обработать. Я отдала темзу и т.д. и т.п. Пока я это делаю, мне нужно куча всего по работе сделать. Там всякие превьюшки и так далее. Не знаю, стоит ли вас ставить на штатив и снимать, как я сижу и в телефоне зависаю и ноги распариваю. Или нет? Смотри, ты что скажешь. Ребята, всем привет. Я потерял свою игрушку. Мне кажется, мафу её спрятала в плед. Иначе зачем плед лезет шляма по середине Геланды? 100% там игрушка. Или, может быть, я на сапочках не чужу её. Ах, кто это такой вонючий? Господи, это для меня коктейльчик с сосны. Ну и вплавду, вала, конечно, на улице. Можно и коктейль попить. Ну что, ребята, в принципе, всё. Я размочила ноги. Полчаса я сидела в воде. Сейчас приготовьтесь увидеть трэш. В принципе, его уже видно. Я специально отращивала. Господи, это так смешно. Мне кажется, сейчас все от меня отпишутся. Короче, специально отращивала. Ну, я уж не так сильно хотела, но я специально реально отращивала ногти, чтобы их подстричь и потом накрасить лаком. Потому что у меня сами по себе ноги... Ой, ноги. Ногти на ногтях. Ногти на ногах. Достаточно короткие. И особенно мизинчик. И я их специально отращивала для того, чтобы потом их аккуратненько подстричь. И можно было накрасить. Ну, короче, вот этот ужас. Тут всё грязное. Потому что, опять-таки, мы в земле много копошились. Я была без носок. И, ну, в общем, это трэш. Смотрите, какие они длинные. Кошмар. Это правая. Это левая. Боже, никогда не думала, что буду показывать свои ногти. Они очень длинные. Наверное, отращивала месяца два. Я не знаю даже, сколько я их отращивала. Это просто какой-то ужас. Хорошо, что ещё не прорвали мои грузовки. Ой, стрём какой. В общем, сейчас потихоньку начну проделать всякие манипуляции. Одну ногу верну в воду. У меня тут вся вода уже растеклась. Другую ногу, наверное, слева начну буду обрабатывать. Надеюсь, всё пройдёт успешно. Вы сейчас офигеете. Короче, я сейчас всё-таки подтвердила для себя информацию о том, что ей лак сохнет над солнцем. Я сейчас пересела в тень. Хотя бы вам всё видно, мне хотя бы всё видно. И вот этот ноготь, я его пока просто красила, высох на солнце. И видите, вот то, что всё на коже. Я не могу это никак убрать, потому что я попала на кожу, потому что ногти маленькие, и это всё высохло на солнце. Выглядит максимально отвратительно. Я себе в цвет не красила ногти на ногах, наверное, год точно. Может быть, даже года два. Для меня это, в принципе, необычно. Но так ещё я с таким качеством покраски, это просто ужасно. Я думаю, уже пофигу, забью, не буду красить. Типа, этот ноготь как-нибудь уберу с помощью машинки вот этой, вот как-то сошлифую, а этот вытру. Типа, возьму и вытру обезжиривателем. Так он, пока я его наносила, этот гель уже высох. Ну, я просто в шоке. Я сейчас попробую всё-таки покрасить ногти здесь в теньке. Если это будет так же ужасно и неаккуратно, то я как-то сниму, ну, надеюсь, геллак. Надеюсь, у меня получится его снять. И всё, у меня будет просто мигюр, вернее, педикюр. Педикюр я сделала прям, мне кажется, хорошо. Смотрите, так это всё выглядит. Ой, какой кошмар, уже мусор с тапочек взяла. В принципе, неплохо. И сейчас ещё всё немножечко зашкурю. Пяточки стали мягкие, красота, липота. Но педикюр, вот именно сам педикюр реально удался. Только вот эту ногу ещё до конца не доделала. Сейчас ещё немножко бафика, ещё немножечко пемзочек, не помню, где она. И будет вообще бомба. А вот и геллака я офигела. Нет, я понимаю, что многие, может быть, знали. Но я только слышала о том, что он застывает на ультрафиолете. Я думала, для этого ему нужно стоять, ну, хотя бы несколько часов на солнце. Нет, он просто схватывается и всё. То есть, если плюс 30 и ультрафиолет повышенный, то можно смело выходить на улицу без ламп и делать себе маникюр. Ну, или педикюр. Короче говоря, никогда не выносите геллак на улицу. Он у меня окончательно засох. Мои ногти выглядят просто максимально ужасно. Это просто какой-то ужас. Я так запорола весь педикюр. Это, это, это трэш. У меня даже слов нет, чтобы описать весь ужас, который я вижу сейчас. Я вот думаю, что делать со второй ногой. Может быть, покрыть её... Ну, это, блин, это как у бомжихи какой-то. Ну, реально же, кошмар. Я думаю, что делать со второй ногой. Может быть, покрыть её голубым лаком и походить-то хотя бы какое-то время. Ну, потому что, реально, я на это потратила, ну, часа полтора уже. И покрыть здесь быстренько всё геллаком, это быстрее, чем смывать вот это всё. Я вам серьёзно говорю. И походить так. Я буду ходить в носках, чтобы этот позор никто не видел. Ужас. В общем, ребят, рассказываю. Я нанесла цвет до конца. То есть, ногти я накрасила. Они ужасные сразу. Я вам говорю, мне даже стрёмно их показывать. Но пускай так будет. И сейчас ещё раз мочу ноги для того, чтобы убрать остатки геллака с кожи. Потому что я не знаю, как его убрать. Он тоже машинка, я уже так... А он не убирается. Ну, в общем, я думаю, это поможет. По крайней мере, надеюсь. Сейчас, смотрите, кто со мной. Ой, там никого. Это выглядело странно там или нет. Вот. Я думал, где ты храпишь? Ребята, всем привет. На улице так гравно. Правда, не на солнце. На солнце жалко. А вот здесь прям холосово. Слушайте, ну вот, пожалуйста, вашему вниманию результат. Я попыталась как-то скрасить все недочёты вот этими вот белыми мазками. И, ну, честно, вот с белыми мазками, ты стреляешь, смотришь на эти мазки, а не на то, как ужасно сделан сам вот этот весь процесс педикюрирования. Сейчас у меня тут происходит полная жесть. Смотрите. Это просто какой-то трэш. Всё грязное. Я, кстати, себе ещё взяла вот такие носки. И их уже замочила водой. Надену себе новые носочки. Тапок лежит. Ну, как бы норм. Начала смотреть вот этот сериал. Вы все меня бесите. Надеюсь, нормально. Я его уже начинала смотреть и вспомнила. Но что-то как-то не затянуло. А до этого я, наверное, дня три подряд смотрела «Психологини». Посмотрела весь первый сезон. Оказывается, этот сериал достаточно старый. Ему лет, наверное, три, может, даже пять. В общем, старенький. Но я его не смотрела. И не нашла второй сезон на ютубе. Я смотрю на ютубе. И напишите в комментариях, где можно посмотреть второй сезон «Психологинь» без рекламы. Может быть, даже это какое-то будет приложение типа «Ока» и так далее. Пожалуйста, напишите. То, что есть у второго сезона, только одна серия на ютубе. Я ее уже посмотрела. А я не хочу где-нибудь смотреть, где куча рекламы типа «1xb». Все дела. Я готова заплатить, чтобы посмотреть сериал без рекламы. Для меня это важно. Я ненавижу рекламу вот эту, которая постоянно всплывает. Три раза по четыре минуты или по две минуты за сколько там? За двадцать минут. Ну, самого сериала. Отстой. Единственное, что мне осталось делать в педикюре, это намазать ножки каким-нибудь кремчиком. Я, наверное, не буду успокаивающим кремом мазать, потому что он с ментолом, и он будет охлаждать, а я что-то не хочу. Я намажу свои ножки вот таким вот размягчающим. Вот что я сделала хорошо, это обработала пяточки. Вот реально просто идеальные, мягенькие. Сейчас кремом я сам намажу. Я, кстати, ни разу им еще не пользовалась. Может, Денис пользовался, не знаю. Если я их намажу, будет вообще пушка. А вот этот, я уже пользовалась им. Классно, он охлаждающий. Это единственное, что я могу про него сказать. Снимает усталость. Да, он охлаждающий, хорошо снимает усталость. Можно утром, вечером пользоваться. Ладно, погнали вот этот пробовать. Короче, хотите прикол у нас со всех сторон? Какой-то праздник, день рождения. На той улице у соседей в белом доме, у кого-то дыре. Там прям батут я со второго этажа видела. Большой, знаете, такой, который привозят. И кричат, с днём рождения, с днём рождения. Сильно кричать не буду, а тут дискотека. Надеюсь, что вам не сильно слышно музыку, чтобы видос не забанили за авторские права. Я, честно, хотела ещё сделать себе макияж. Но потом логически рассудила, зачем спать день делать макияж. Ладно бы время было хотя бы часов пять. Я бы какую-то миссию бы выполнила в этом макияже. Да, видео для вас сняла, ещё что-то сделала. Но, ребят, знаете, сколько времени? Я с десяти до восьми практически. Сейчас время полвосьмого. Занималась. Чистые всякие бьюти-штучками, прикиньте, сама. Интересно, если бы я пошла в салон, я бы точно раньше не вышла. Покраска волос бы у них часов пять заняла. Потом маникюр, два часа, педикюр. Ну, маникюр, педикюр в четыре же руки, возможно, часа бы два с половиной было всё вместе. Брови. Короче говоря, мы сегодня весь комплекс сделали. Знаешь, что я сегодня сделала? Мне Денис снимает. Я покрасила волосы, покрасила брови и сделала три маски для лица. С днём рождения! С днём рождения! И самое жёсткое сделала педикюр. Прям от до. Прикинь, какая я молодец. Видали, да, как могу? Вот такие вот дела. Такая красотулька. Так что, наверное, на этом я видео закончу. Хотела вам показать волосы на улице. Они без укладки выглядят вот так. То есть я их сейчас просто распустила, сняла ободок и всё. И думаю, раз у меня спаденье, я даже патч себе не клеила. Хоть патч наклею. Но лицо после масок просто офигенное. Серьёзно вам говорю. Прям реально как после посещения косметолога. Ну что, ребята, на этом видео заканчивается. Всех вас очень люблю. Желаю всегда быть красивыми. Пишите в комментариях, как вам ещё такой формат. Сегодня мы стали ближе. Вы увидели мои ноги. Очень близко. И как я делаю себе педикёр. Прикинь, трэш. Всех люблю. Ой, да, так же сильно. Всех люблю, как Фонечка меняя его. Всем пока.